В США продолжает разрастаться скандал с секретными документами. Помощники Джо Байдена обнаружили уже вторую партию бумаг, которые политик не вернул в архивы своевременно. Республиканцы требуют ответов от Байдена. Сам он пока дает уклончивый комментарий. Пресс-служба Белого дома ясности не добавляет. Что известно о секретных бумагах, разбиралась Екатерина Косинец. Что общего у слов «сюрприз» и «безответственность»? Ими можно прокомментировать незаконное, ненадлежащее хранение секретных документов. В чем разница между этими словами? Просто в одном случае речь идет о бумагах, найденных у экс-президента США Дональда Трампа, в другом – у действующего президента Байдена. Секретные материалы, как крупную сумму денег, Байден хранил в разных местах. Последняя находка была сделана не там, где предыдущая. И это, пожалуй, все, что известно о новой партии, хранившихся у американского президента бумаг с государственными тайнами. Телеканал NBC, ссылаясь на источники, добавляет только, что в этот раз документов меньше, чем обнаружили в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена. В уравнении, где все прочие неизвестны, ясно лишь, что шесть лет секретные документы хранились там, где нет возможности обеспечить их безопасность. Американский президент, если и понимает, о чем идет речь, утверждает, был не в курсе, что у него где-то могут храниться секретные документы. Однако, когда подобный скандал возник вокруг его предшественника, не упустил возможности осудить такой поступок и назвать Трампа безответственным. Когда вы увидели фотографию совершенно секретных документов, разложенных на полу в Мар-Алаго, о чем вы подумали, глядя на это изображение? Как это могло произойти? Как кто-то может быть настолько безответственным? И я подумал, какие там данные, которые могут скомпрометировать источники и методы. Под этим я подразумеваю имена людей, которые помогали и так далее. И это просто совершенно безответственно. Этот диалог журналисты напомнили пресс-секретарю Белого дома Карин Дженпьер и попросили уточнить, чем нынешняя ситуация отличается от той, которую комментировал Байден. Ответ оказался еще менее внятным, чем сама ситуация. Президент комментировал это лично. Он убежден, что секретные документы и информация требуют серьезного подхода. Он серьезно к этому относится. Обнаружение документов стало для него сюрпризом. Еще элегантнее ушла от ответа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которой журналисты в коридоре попросили прокомментировать ситуацию с секретными документами. Не сбавляя шага, она продемонстрировала прессе печенье. Будто это важнее скандала вокруг секретных документов. Бывший вице-президент Трампа Майк Пенс обвиняет администрацию Байдена в двойных стандартах. Ведь год назад в подобной ситуации Трамп подвергся обыскам. А теперь к Байдену почти никаких претензий. Сенаторы-республиканцы требуют предоставить им доступ к обнаруженным документам. Бумаги, как сообщает CNN, содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. И телеведущий Fox News Такер Карлсон задается вопросом, почему Байден еще шесть лет назад уделял такое пристальное внимание Украине. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден уверен, найденные документы — это еще не все. По его мнению, Байден мог прихватить с собой больше секретных бумаг, чем у него уже нашли. В своем твиттер он акцентирует внимание не на самом факте находки, а на том, что, обнаружив материалы за неделю до промежуточных выборов, Министерство юстиции США об этом умолчало. Большой формат Продолжаем информационную программу. У Джо Байдена нашли новую партию секретных документов. Телеканал NBC сообщает, что американский президент хранил больше бумаг с особым грифом, чем у него обнаружили в конце прошлого года. Сам Байден дает уклончивый комментарий, пресс-служба Белого дома ясности не добавляет. Что известно о секретных бумагах, разбиралась Екатерина Косинец. Что общего у слов «сюрприз» и «безответственность»? Ими можно прокомментировать незаконное, ненадлежащее хранение секретных документов. В чем разница между этими словами? Просто в одном случае речь идет о бумагах, найденных у экс-президента США Дональда Трампа, в другом – у действующего президента Байдена. Секретные материалы, как крупную сумму денег, Байден хранил в разных местах. Последняя находка была сделана не там, где предыдущая. И это, пожалуй, все, что известно о новой партии хранившихся у американского президента бумаг с государственными тайнами. Телеканал NBC, ссылаясь на источники, добавляет только, что в этот раз документов меньше, чем обнаружили в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена. В уравнении, где все прочие неизвестны, ясно лишь, что шесть лет секретные документы хранились там, где нет возможности обеспечить их безопасность. Американский президент, если и понимает, о чем идет речь, утверждает, был не в курсе, что у него где-то могут храниться секретные документы. Однако, когда подобный скандал возник вокруг его предшественника, не упустил возможности осудить такой поступок и назвать Трампа безответственным. Когда вы увидели фотографию совершенно секретных документов, разложенных на полу в Мара Лага, о чем вы подумали, глядя на это изображение? Как это могло произойти? Как кто-то может быть настолько безответственным? И я подумал, какие там данные, которые могут скомпрометировать источники и методы. Под этим я подразумеваю имена людей, которые помогали и так далее. И это просто совершенно безответственно. Этот диалог журналисты напомнили пресс-секретарю Белого дома Карин Джан-Пьер и попросили уточнить, чем нынешняя ситуация отличается от той, которую комментировал Байден. Ответ оказался еще менее внятным, чем сама ситуация. Президент комментировал это лично. Он убежден, что секретные документы и информация требуют серьезного подхода. Он серьезно к этому относится. Обнаружение документов стало для него сюрпризом. Еще элегантнее ушла от ответа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которой журналисты в коридоре попросили прокомментировать ситуацию с секретными документами. Не сбавляя шага, она продемонстрировала прессе печенье, будто это важнее скандала вокруг секретных документов. Бывший вице-президент Трампа Майк Пенс обвиняет администрацию Байдена в двойных стандартах. Ведь год назад в подобной ситуации Трамп подвергся обыскам. А теперь к Байдену почти никаких претензий. Сенаторы-республиканцы требуют предоставить им доступ к обнаруженным документам. Но вероятность того, что для Байдена наступят какие-либо последствия, ничтожно мала. Оценил юридические перспективы скандала политолог-американист Малек Дудаков в нашем эфире. К речи пока что не идет о выдвижении официальных обвинений в отношении Байдена или юристов Байдена, кто мог быть причастен к изъятию этих документов из Белого дома и их хранению. И пока что речи не идет о назначении спецпрокурора для расследования этой ситуации. Но, конечно, в перспективе это тоже может быть определенными, если не судебными, то политическими проблемами для Байдена. Я думаю, что если какие-то реальные судебные проблемы возникнут, то не у Байдена, а у его юристов. Поэтому кого-то из них могут попытаться приезжать через суд. Хотя тут тоже перспективы не очень высокие. Но то, что Байдена это точно не коснется, это факт. Бумаги, как сообщает CNN, содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. И телеведущий Fox News Такер Карлсон задается вопросом, почему Байден еще шесть лет назад уделял такое пристальное внимание Украине. Почему? Почему это всегда касается Украины? Что происходит в Украине? Не говорите о биолабораториях. Что это такое? Почему президент Соединенных Штатов, самой богатой страны мира, тратит так много своей жизни на беднейшую страну Европы, Украину? Что происходит? Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден уверен, найденные документы — это еще не все. По его мнению, Байден мог прихватить с собой больше секретных бумаг, чем у него уже нашли. В своем твиттер он акцентирует внимание не на самом факте находки, а на том, что, обнаружив материалы за неделю до промежуточных выборов, Министерство юстиции США об этом умолчало. Екатерина Косинец, Вести ФМ.